Освоение этих надо с самого детства. Для того, чтобы не наживать всякие разные невротические комплексы, не наживать невротические страхи. И формировать это чувство уверенности, формировать этот позитивный настрой. Но раз уж этого не произошло, и нас, к сожалению, мы не можем похвастаться тем, что мы сейчас такие все психологические... Ой-яй-яй. Мы должны заниматься этим сами. Я считаю, что это вообще главный вызов 21 века. 20 век был веком динамических изменений жизни. Мы претерпевали такие большие трансформации. Мир претерпевал большие трансформации и так далее. А сейчас мы вошли в мир, в котором изменения незаметны, непонятны. Вот у вас обновление приходит на телефон. Вы что, замечаете это все? Да, очередное обновление. Уже нету вот этого ощущения, что мы попали в какой-то плывем в море. В море. Ни горизонты, ни сги. Куда плывем? Зачем плывем? Нету такого. И, соответственно, если мы так себя ощущаем, возникает и чувство одиночества, и чувство растерянности, и чувство какого-то... И нам нужно научиться собираться, структурировать самих себя, уметь определять для себя важное, уметь подставлять плечо. Понимаете? Не просто пытаться... Если вы к кому ложитесь, а он плывет, то он тонет. Вот. Поэтому здесь же надо вот это что научиться. Вот. Ну и, соответственно, этот вызов, когда не обстоятельства помогают нам, а мы сами должны озриться и понять, что от нас зависит, насколько мы способны инвестировать в себя, насколько мы способны управлять собственными национальными состояниями, насколько мы способны быть заслуживающими, заслуживающими, хороших людей. Все-то считают, что все заслуживают. Но это вы заслуживаете в тот момент, когда вы дадите столько, сколько хорошему человеку нужно. Ловлюйте. Так будет понятно. А так еще нет. Поэтому моя рекомендация – очень внимательно подойти просто к своим собственным чувствам. Очень внимательно подойти к своему собственному вот этому внутреннему душевному состоянию. И системно, последовательно, шаг за шагом приводить себя в состояние, при котором вы способны будете на построение отношений. Вы способны будете быть собой, потому что в противном случае, если вы тревожны – это не вы. Если вы раздражительны, потому что защищаетесь – это не вы. Если вы депрессивны, потому что у вас нет ощущения видения будущего – это не вы. Вы настоящий – это уверенный в себе человек. Это человек, который чувствует в себе и силы, и ценность собственную. Не надувную, не искусственную, а настоящую. И если вы таковы, если вы таковыми смогли себя сделать, потому что справились как раз с этими демонами – тревог, раздражительность, депрессия, апатия и так далее – вы неизбежно получите и силы, и возможность, и право быть собой. Не потому что вы себя какими-то нарисовали, как в Инстаграме, знаете, нарисуют, эти фильтры какие-то положат, еще что-то, и говорят, я хочу быть собой, но вот такой. А я вот с таким, знаете, для мужиков дают такие пресс можно нарисовать себе. Мне показывали, я смеялся. Я хочу быть собой, но вот таким. Слушай, ну ты стань сначала таким, потом будь собой. И с психикой то же самое. Ты сначала как-то приведи себя вот это все в здравость, а потом будь собой. Чего ты дегенерат, сам себе не нравишься и хочешь быть собой? Ты не хочешь быть собой, ты хочешь быть вот такой и вот такой. Так вы сначала такой-такой станьте, потом начинайте отношения строить. Ну, это можно в процессе. Если там вы совместно, это очень важно, совместно начинаете думать про то, что проблема не в том, что вот не сложилось, а проблема в том, что мы не сложили. Мы не сделали нужные шаги, которые позволят нам быть такими, которые заслуживают этой награды. А хорошее отношение – это награда, результат большого труда. И в этих хороших отношениях вы сможете быть собой. И вам не нужны будут маски, которые надеваются для того, чтобы скрыть настоящих себя, потому что мы сами на самом деле себя не устраиваем. И вот чтобы начать устраивать себя, надо с этими демонами справиться. Вот почему я приглашаю вас обязательно записываться и проходить курс шаг за шагом, где мы, собственно говоря, над этим и работаем. Это закладной камень в вот эту трансформацию себя, в освобождение себя и в создание себя, приведение себя в такую форму, при которой возможны те отношения, которых вы ждете и на которые вы рассчитываете.